всем привет дорогие друзья вы на канале smartwatch канал только о смарт часах и более ни о чем не далее как вчера дорогие друзья была конференция для разработчиков ну и полоская до конференция значит и что значит они там разбирались конференции ну во первых что нового для разработчиков они сделали потом платформу которая помогает или с помощью которой они делают приложение для айфонов это раз но я думаю для apple watch наверное тоже но нас интересует другу момент вот какой apple предоставляет watch 10 это большущие обновления будет вообще крутейшая прям реально и вот пожалуйста apple анонсировал последнее объективно самое большое обновление для платформы watch us правильное обеспечение на котором работают все носимые устройства apple watch обладает довольно интригующим набором новых функций которые изменят пользовательский опыт другими словами это будет что-то с системой не будет особо за это замешано да как видимо все визуально будет как остальные обновления программное обеспечение анонсированные там верес появится этой осенью на ближайшем к вам apple watch ну другими словами на новый apple watch не знаю как старый пол получит или нет ну скорее всего получит потому что у них обычно обновляется все сразу все в этом они вообще молодцы и у самсунгов стоило бы поучиться кстати у других компаний тоже ну во первых это виджеты и умный стик что это значит такое смотрите в watch 10 реализована визуальная перри переработка позволяющая мгновенно получать доступ к виджетам с любого циферблата чтобы получить доступ к виджетам watch 10 нужно просто повернуть цифровую корону ваших apple watch чтобы получить доступ к панели виджетов в настоящее время этот жест зарезервирован для некоторых эксклюзивных функций определенных циферблат но в watch 10 это будет везде классная тема также кажется что виджеты watch us выглядит и ощущается как виджеты в ios представляю вам нужную информацию смарт-трак стек или как там называется короче с английским умением очень является важной частью watch us автоматически обвиняя виджеты вместе так же как и это делается в ios apple утверждает что вот данная программка будет автоматически подстраиваться под ваши подседневные дела рано утром она поместит виджет погоды верхнюю часть стека а посадочные талоны валят могут быть предпочтительными пока вы путешествуете в общественном транспорте блин ну это круто на самом деле samsung huawei обратите на это внимание пожалуйста все они уже впереди в принципе как и всегда то же самое относится к виджетам из календаря и напоминание который будет иметь приоритет перед началом предстоящего события или ваша музыка управляет когда вы активно слушаете музыку вот такая вот штучка были а вот 10 также изменен способ вызова центр управления недавно приложений центр управления теперь доступен с помощью боковой кнопки что позволяет легко быстро открыть его в любое время в любом приложении вернуться к любым приложением которые вы недавно использовали вот это тоже классная тема спасибо и пол вам за такую вот прогрессивную вещь основные приложения переработаны вот такие смотрите значит apple также переработала некоторые важные приложения для лучшего из чтобы лучше использовать доступную доступное пространство экрана погода акции дом карты сообщений мировое время другие стандартные приложения будут выглядеть по-другому после выхода вот 10 эти приложения будут гораздо лучше использовать доступное пространство экрана и примут визуальный стиль более согласованы с остальным с остальными операционными системами apple блин круто будут новые циферблаты важная часть каждого обновления не исключение так вот такие вот будут циферблаты станут двумя новыми циферблатами включенными watch 10 смотрите первый упроченный очень красочный циферблат а второй милый милое дань уважения любимым героям комиксов пожалуйста дальше будет улучшенная активность watch 10 устройство получит будет оценивать новые расширенные показатели и представления данных для велосипедистов потому что сделать его одним из самых важных обновлений для любителей спорта например запуск запуска велосипедной активности на apple watch автоматически отразится life activity на вашем айфоне после нажатия это действие расширится до вида велосипедного компьютера который покажет вам вашу текущую скорость расстояние которую вы проехали на велосипеде среднюю скорость частоту сердечных сокращений и многое другое представление данных при условии что вы закрепите свой айфон на велосипеде вы сможете использовать его как полноценный велокомпьютер крутая тема но это еще не все а вот здесь позволит в вашем apple watch беспрепятственно подключаться к различным велосипедным аксессуаром с поддержкой bluetooth такими как датчик частоты вращения педали измерения мощности и т.д. и тому подобное что позволит вам более точно отслеживать мощность вашего велосипеда изнуряемую измеряемую в ватах частоту вращения педали оборот в минуту лучше использования ваших сил короче вот и здесь картинки будут пешие прогулки там это дали тому подобное короче будет очень классно кстати я посмотрел у них будет поддержка некоторых важных функций представленных в ios 11 это именно передачи контактов касанием просто с айфоном были начать классная будет тема дальше позволяет быстро и без особых усилий поделить свои карточка вот как я говорил до контакта с другим пользователем айфона также будет работать с вашими apple watch круто оффлайн карта сохранена на вашем айфоне также будет доступна в apple watch если телефон находится в пределах досягаемости дата выпуска и по веру из появится на тех же умных часах которые поддерживают watch с 9 но вот у меня это watch apple watch 6 значит будет у меня на них точно это означает что apple watch серии 4 новей должны получить watch 10 этой осени в эта версия watch 10 для разработчиков будет доступна всем у кого есть учетная запись разработчика apple скорее а вскоре после завершения основного доклада предпринимчивые пользователи смогут окунуться в общедоступную бета-версию который выйдет в июле этого года как-то надо попробовать туда прорваться в это бета-тестирование и потестировать короче вот такая новостишка достаточно хорошая я сейчас присматривают уже айфончик чтобы купить у меня пока только айфон 8 ну сейчас хочу купить уже новую так скажем себе штучку вот именно для того чтобы смотреть как это работает вообще apple у них ну на порядок покруче система чем в других часах и более оптимизирована с более огромной интеграции всевозможных приложений виджетов и казали там подобное я думаю что самсунгу huawei вот так скажем стоило бы поделиться самсунг кстати уже на третьем месте в общем мировом рынке носимых устройств уступила второе место одной из компаний о которой расскажу позже в другом видосе пока подписывайся